Друзья, всем привет! Вы смотрите новое видео на YouTube-канале АПСДСК. И сегодня мы будем говорить о кровлях. Сотрудников отделов продаж строительных компаний постоянно донимают огромным количеством вопросов. Какую кровлю выбрать? Какая лучше? Какая дольше прослужит? А будет ли слышен дождь? И так далее, и тому подобное. И сегодня эксперты ответят на все эти вопросы, пока я начала петь песню «Под крышей дома твоего». Ну что, друзья, знакомься, это Александр. Он решил нас сегодня проконсультировать, рассказать нам все о кровлях, все, что он знает. Он обещал мне говорить правду и только правду. И ничего, кроме правды. Ну что ж, Александр, расскажите, пожалуйста, давайте такой рейтинг популярности видов кровель сейчас составим. Что сегодня чаще всего выбирают клиенты? Ну, соответственно, вообще по рынку разновидности кровель очень много. Но есть три типа кровли, которые в основном используются, наиболее популярные и, скажем так, оптимальные по бюджету. Это, конечно же, металлочерепица. Она используется в основном на крышах недорогих бюджетных домов. Гибкая черепица. Она же в полстонародье, ее все называют почему-то мягкой. Вот, наверное, за шумопоглощение. Никакая не мягкая, жесткая, как пемза. Да, это тоже одна из ее особенностей. Мы о ней чуть позже поговорим. Третий вид, он у нас здесь представлен, это натуральная черепица брас. Тоже наиболее востребованный материал на рынке малоэтажного домостроения. Скажите, какие плюсы и минусы есть у каждого материала? Обещали быть честным, поэтому про минусы ничего не утаивать. Без проблем. Ну, наверное, таких явных, ярких минусов у них нет. Есть определенные нюансы монтажа. Некоторые нюансы, которые, допустим, почему мы выбираем тот или иной материал на том или ином проекте. Ну, например, металлочерепица. Начнем от простого к сложному. Это считается наиболее такой бюджетный вариант. С точки зрения вообще пирога, кровли и самого кровельного материала. Считается наиболее такой шумный. Но есть, как говорится, определенные такие предрассудки касаемо, да? Я вам просто по секрету расскажу. Многие жены говорят, мужья, будешь строить дом, делай, что хочешь. Но у меня одно пожелание, чтобы звук дождя я не слышала. Тут нельзя сказать сто процентов, что это шумная крыша. Хотя, безусловно, если, допустим, сравнивать с мягкой черепицей, то бишь с гибкой, и с натуральной черепицей Brass, она несколько проигрывает все-таки металл. Но если мы с вами добросовестно утеплим кровлю не менее 200 миллиметров, и, соответственно, тоже влияет угол нашей крыши, вот, в соответствии с проектом, это может быть вообще не слышно. То есть, шум дождя, но он может быть, я не знаю, банально, то есть, за стеклом, но никак не сходить от крыши. Есть особенность какая, которую заказчик должен знать обязательно. Если у нас с вами большой дом с большой крышей, но крыша имеет сложную геометрию... В смысле, большой дом это от скольки? Ну, допустим, от 200 плюс. Здесь нужно учитывать, что если у нас сложная геометрия, не в плане, что ее сложно класть, то есть, большое количество неровностей, склонов и так далее. Вот, металлочерепица здесь не очень хороший выбор, так как в процессе монтажа будет большое количество обрезков. Если металлочерепицу немножко обрезать, она может где-то зацепить коррозией, да, лучше целиком листы класть. Вот, и самое главное, может пострадать где-то гидроизоляция. То есть, не очень хорошее примыкание, если крыша, допустим, имеет вот такие перекаты, это нужно обязательно учитывать. Если у нас интересная такая многоскатная крыша, лучше все-таки остановиться на черепице гибкой. Вот, она имеет потрясающие гидроизоляционные свойства, она бывает самоклеящаяся, бывает наплавляемая. А по шему поглощению она очень хороша, да, тоже? Она имеет, да, конечно, она имеет преимущество по сравнению с той же металлочерепицей, вот, и на сложных крышах она неоценима. Минимальный отход идет, это также влияет на бюджет заказчика напрямую. Вот, и когда под лучами солнца немножко крыша нагрелась, она становится монолитной. То есть, гидроизоляция просто идеальная. Вот, это что касается выбора на таких сложных проектах. По монтажу еще есть какие-то особенности? Да, безусловно. Если металлочерепица, она неприхотлива в плане сезона, то есть, мы можем круглый год ее делать, все-таки рекомендации от производителя по гибкой черепице, это исключить зимний период, когда, то есть, есть мороз. Вот, это основные такие рекомендации, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы крыша не текла, служила заказчику верой и правдой. А я еще слышала, что она требует все-таки особого ухода, что именно нужно убирать, там, листву, которую осенью. На самом деле, потрясающий вопрос. Очень здорово, что вы его задали. Расскажу такую короткую историю. Первый момент. Когда мы с заказчиком обсуждаем комплектацию на дом, и мы говорим о, скажем так, нюансах этой крыши, мы всегда говорим, что эта крыша, она склонна, скажем так, что на ней что-то растет, и нужно учитывать, если, допустим, у вас лес рядышком. Зачастую листва, иголочки... Я прошу прощения, что-то растет. Это что, мох или что? В том числе мох, да. То есть, всякая пыль, всякие елочки образуют такую благоприятную ситуацию, и там начинает расти мох. Заказчики по наблюдениям, по статистике делятся ровно пополам. Кто-то говорит, нет, мне это не нравится, я вижу у соседа такую картину, я такого не хочу. Кто-то говорит, окей, мне это нравится, и я вообще тащусь от того, что крыша, она такая живая становится. Вот. То есть, 50% за, 50% это на выбор заказчика, и касается, конечно, его вкусовых пристрастий. Также при выборе комплектации мы всегда задаем заказчику, если он, допустим, пришел, и у него уже на участке что-то построено, либо он вернулся к нам в компанию строить, там, беседку или баню, или другой какой-то объект, мы уточняем, допустим, какой вид крольного материала уже лежит, чтобы это все было гармонично в едином архитектурном стиле. Ну, я как женщина не могу спросить уже об эстетических особенностях. А рисунок это правильно назвать, или как? Я думаю, что можно так назвать, то есть тут нет каких-то жестких таких привязок. Я как понимаю, у мягкой, гибкой черепицы есть особенность, что здесь можно выбрать несколько вариантов. Здесь у нас как лепестки, здесь у нас какие-то квадратики, здесь что-то другое. Тут такое интересное наблюдение, все-таки вот бренд, который здесь представлен, это итальянский бренд, и, конечно, как все итальянцы, они дают большое разнообразие, и, соответственно, цветовые решения. Эстеты, что ли? Да, конечно. Тут заказчик склонен выбирать. На качестве это, в принципе, никак не отражается. Я была на съемках у одного давнего клиента, компании АПСДСК, и он сказал, что я был очень рад, что мне застройщик посоветовал выбрать тяжелую цементно-песчаную черепицу. Давайте поговорим о ней. Это уже такой продукт премиального класса, или же... Чем такая черепица доводит клиентов до экстаза? Это очень хороший продукт. Назвать его, наверное, премиальным, я не могу сказать. Это, скажем так, ну, я не знаю, как очень хорошая, я не знаю, машина, например, вот. Но назвать ее эксклюзивом нельзя, в принципе. Это такой надежный защитник вашей крыши. Ну, во-первых, деревянное дымостроение есть определенные особенности. Во-первых, деревянный дом, чем лучше он нагружен, в том числе и крыши, да, тем у него более монолитная стена. То есть это очень здорово, несмотря на то, что компания АПСДСК использует специальные системы крепежа и, соответственно, специальные шпильки, что позволяет стены максимально стягивать. Об этом смотрите в другом сюжете. Дополнительная нагрузка в виде такой черепицы, натуральной черепицы БРАС, она позволяет дополнительную нагрузку дать. И, соответственно, риск, то, что у вас, допустим, где-то будет продувание, он стремится к нулю, просто к нулю. Также по шумопоглощению здесь у нас вообще не слышно. То есть он наиболее как бы превосходит и металлочерепицу, и гибкую черепицу. Также, что, допустим, мы скажем, летом, когда на солнце она нагревается, она не передает, в принципе, тепло на моцардный этаж или на второй этаж, полноценный. Есть особенности следующего характера. Используется, в принципе, усиление стропильной системы. Это обязательно, этот тип кровли обязательно в техническом задании учитывается, чтобы архитектор и далее конструктор учитывал, соответственно, вот эту дополнительную нагрузку. Цена? Цена, цена, в принципе, несколько выше, несколько выше. В процентном соотношении на сколько? Вы знаете, ну, где-то, наверное, процентов 15-20 она дороже, но, скажем так, между нами, между специалистами малоэтажного домостроения такая крыша считается, она, в принципе, вечной. Друзья, давайте поблагодарим лайкам и комментариям нашего героя Александра. Он дал прекрасное интервью, уж поверьте мне, есть чем сравнить. Напишите в комментариях, что вам важно знать. Александр все прочитает, на все вопросы ответит. Ну и до встречи в следующих видео. Пока! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok